Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. В своем самом первом ролике про колбасу, вы наверняка его видели, я говорил, конечно же, сколько людей, столько вкусов. Кому поп, кому падья, кому поповская дочка. Я же рассказываю и показываю вам тот вариант, на котором после множества колбасных экспериментов становилась наша семья. Так вот, там речь шла о колбасе жареной, ну или запеченной в духовке. Но, кроме такой, я готовлю еще и другие по разным рецептам и некоторые опыты даже на канале выкладываю. Зайдите в соответствующий плейлист, если интересный, там посмотрите. Так вот, если говорить о вареной копченой, то в последнее время статус фаворита у нас получила краковская. Готовится надолго, поэтому для нее я обычно килограммов 5-6 мяса закупаю сразу. Фотографии последней партии выложил в инстаграм и тут же получил практически требование показать рецепт. Признаться честно, я не думаю, что хотя бы сотни из вас будут ее готовить, потому что реально долго готовится. Но вставать в позу и ценить через губу, да вы все равно ничего не сделаете, я считаю абсолютно неправильно. Кто его знает, может быть даже если сейчас не приготовите, то забросьте этот ролик себе в избранное, а когда магазинное убожество окончательно надоест или отправитесь там, возьмете и приготовите. Короче, хватит болтать. Давайте доставать мясо из холодильника и приступать. Все пропорции, как всегда, укажу в описании этого ролика. Здесь же сообщу, что вам понадобится мясо, свинина и говядина и сало. Его надо нарезать мелкими кубиками со стороной 5-7 миллиметров. Теоретически, если у вас есть замечательнейшая мясорубка, которая именно режет и не мнет, то может быть у вас и получится после нее получить кубики, а не растертый жир. Но я такое не встречал. И вообще, мой вам совет, не экономьте эти 15-20 минут на нарезку. Сэкономите, а потом через 2 недели трудов вместо замечательнейшей, великолепнейшей краковской получите явный брак. Вот точно эти 20 минут того стоят. Теперь отмеряю соль. Сначала нитритную. Я использую нитритную соль с содержанием нитрита натрия 0,4-0,5%. Сейчас начнутся вопросы, где купить. Слушайте, я живу в Испании, поэтому заказывал на Амазоне. Мне из Германии ведро в 10 килограмм весом привезли сразу. Если же вы живете в России или на Украине, ищите в интернете магазины, поближе к вам находящиеся. Например, в предыдущих колбасных роликах я вам рассказывал про сайт Ем Колбаски. Павел, хозяин этого сайта, имеет не только интернет-торговлю, но и офлайн-магазины. Теперь морской соль отвешу. Да и сам он профессиональный колбасник. Мне, признаться честно, до его уровня, как до луны, никогда не добраться. Так что по поводу нитритки, а также пряностей, колбасных оболочек, к нему обращайтесь, если вам удобно по доставке. Теперь надо все засолить на сутки, но завтра свинину я буду пропускать через мясорубку, а говядину мелко резать ножом, поэтому сейчас ничего не смешиваю. Кстати, на сайте у Павла есть форум с колбасными рецептами, я там вообще регулярно пасуюсь. Так вот, если вам нужны действительно грамотные рецепты, лучше сначала туда. Вот честное слово. Насчет смеси. Делаю ее из расчета к весу соломясного сырья, к фаршу 1% морской соли и 1% нитритной. Как я уже раньше сказал, нитритная соль у меня с процентным содержанием нитрита натрия 0,4-0,5%. Поэтому, если я добавляю такой нитритной соли из расчета 1% фарша, ну то есть 10 грамм на килограмм фарша, то я в готовом продукте получаю содержание нитрита натрия на уровне не более 0,005%. А это соответствует нормативу большинства колбасных госов. И сало тоже надо засолить. Что касается сала и соли в колбасе. Для того, чтобы колбаса была сочной, в ней должно быть много сала. Жир в соединении с мясным белком, если вы не превысили температуру в 12 градусов при вымешивании, образует эмульсию. Эта эмульсия прекрасно удерживает влагу. Но совершенно не обязательно делать так, как я это сделал. Можно было бы сегодня приготовить уже весь этот фарш. Что нужно перемолоть, что нужно порезать, засолить, добавить сахар, добавить пряности, добавить чеснок. Вымешать все это дело, набить колбасы и оставить колбасы вызревать при комнатной температуре в 18-20 градусов на сутки. Но у нас последние две недели жуткая жара. Я вот мокрый весь стою. На улице температура под 40 градусов. В помещении, да, приходится включать кондиционеры. Но кондиционеры не только воздух охлаждают, они и сушат его. Поэтому существует большой риск, что колбаса за сутки, поверхность, по крайней мере, ее пересохнет. Поэтому я солю классически в шроте. Вот я сейчас выпендрился. Колбасники, нарезанные пускай мясо, называют шрот. Поэтому посол в шроте. Ну, на сегодня процедуру закончил. Так что до завтра. Или до послезавтра. Посмотрим. Привет! Все у меня замечательно просолилось. И пора готовить фарш. Через мясорубку я пропускаю только свинину. Почему? Да потому, что для красивого рисунка мясо лучше резать, а не измельчать в пыль. Но для связывания воды, которую для сущности добавлю в фарш, нужна смесь жира и мясных белков. А свинина более жирное мясо, чем говядина. Поэтому логично, что свинину я измельчаю в мясорубке, а говядину только режу ножом. Но на самом деле это все вкусовщина. И вы можете либо все порезать ножом, либо все пропустить через мясорубку. Главное, не забудьте потом поделиться фотографиями и впечатлениями от готовой колбасы в группе ВКонтакте. И в Инстаграме тоже можно. Интересно же. Ну вот, мясо нарезал. Отправляю его в дежу. И сюда же идет сало. Вот так. Профессиональные колбасники меня сейчас костерят, почем зря. Существует целая куча правил, как добавлять к мясу соль, как вымешивать, когда добавлять пряности. Но при вымешивании фарша из одного, двух, трех, четырех килограммов мяса, это по большому счету не важно. Вот если вы затеете колбаску делать сразу с 10, 20, там 40 килограммов мяса, тут, конечно, да, все по правилам. Теперь сюда сахар из расчета 1% к весу фарша. И смесь перцев. Для самых подозрительных, сразу скажу, пусть это будет минутка рекламы. Я вам в предыдущих выпусках про колбасу, даже в парочке, по-моему, рассказывал и всячески рекламировал сайт Кем Колбаски, Павла Колбаскина. Так вот, там рассказывал, что он мне передал целый здоровенный пакет со всякими там сетками, колбасными оболочками и с пакетиками пряностей. И я кое-что из того большого пакета использовал. Вообще говоря, к готовым смесям пряностей я отношусь с большим подозрением, даже, я бы сказал, с предубеждением. Предпочитаю сам непосредственно перед употреблением смешивать ровно то, что мне нужно. Ну вот, как-то я в очередной раз готовил партию краковской колбасы. И с удивлением обнаружил, что душистый перец у меня закончился. А перец в магазин было некогда, да и лень, честно говоря. Ну и полез я в этот пакет от Павла, смотри, что же у меня там есть. И нашел вот такой пакетик. Ну и решил, дай попробую. Результат мне так понравился, что все остальные партии краковской я готовил только с этой смесью. Паш, спасибо от души. Вот реально, самое классное. Это ГОСТ ФС номер 2. Перец душистый называется добавка. Просто супер. Здесь, к сожалению, процентный состав не указан, поэтому на свой вкус сочетайте. Перечислю, что здесь есть. Состав. Самое главное, виноградный сахар, пряности и их экстракты. Перец белый, перец черный, перец душистый. Ну и всякие ешки, как водится, да. Про ешки отдельно буду говорить, чтобы вы не пугались. В одном свежем яблоке, вот я не знаю, вот в этом. Этих самых ешек миллион. Поэтому не морюйте мне голову. Паш, супер. Просто супер смесь. Так вот, этой смеси я кладу из расчета 8 грамм на килограмм фарша. А теперь лед из расчета 10 грамм на килограмм фарша. Я вот тут предварительно наморозил. Удобнее было бы, конечно, в виде снега добавлять, а не льда. Но откуда снег на постабланке? И можно начинать вымешивать. Так. Поехали. Вымешивать фарш надо хорошенько. Дело в том, что соль, которую я добавил, в мясе повышает осмотическое давление на стенки клеток. Отчего они лопаются? Стенки я имею в виду. Клеточная жидкость содержит в том числе и мясной белок. И вот он, смешиваясь с жиром и водой, ну в данном случае со льдом, образует эмульсию. Эта эмульсия и будет удерживать влагу в готовой колбасе. Очень важно, вот вплоть до этого момента, до момента образования эмульсии, очень четко следить за температурой. Она ни в коем случае не должна превышать 12 градусов по целесу. Лучше даже подстрахуйтесь и на 8 остановитесь. Потому что превышение температуры, скорее всего, приведет к раку. При тепловой обработке этой колбасы жир потечет, влага отскочит, и под оболочкой колбасной будет такой бульончик и отдельно сухая котлетка. Так называемый бульонный отек. Поэтому следите за температурой. Если поползла вверх, останавливайте вымешивание и убирайте фарш в морозилочку на охлаждение. Лучше в несколько этапов вымешивать, чем вот на этом этапе допустить брак. Вот, смотрите. Видите, появились все-таки нити. Значит, все вымешилось. Отлично. Ну все, я готов, как видите. Давайте приступать. Сразу предваряю вопросы. Обзор вот этого шприца я уже делал в отдельном ролике. Для любопытных ссылки в конце я повешу. Сначала надо колбу фаршем заполнить. Я, как видите, даже перчаточки напялил. Все по-взрослому. Каждый раз, когда я использую этот шприц, пою ему дифирамбы. Просто суперудобно колбасу набивать. В разы удобнее, чем мясорубкой. Одеваю череву. Я использую говяжью калибром 32-40 мм. Она у меня хранится, засоленная в холодильнике. Так и пришла от поставщика. А перед употреблением я ее промываю водичкой, прохладной. И оставляю в этой воде минут на 10-15, иногда на полчаса. Она тогда более эластичной становится. Покупал ее наиболее. Поставщик находится в Англии. А вы ищите в интернете. Набирайте в угле. Колбасная оболочка купить. И выбирайте поставщика, который к вам поближе. Сначала выгоню воздух. Вот так. Отлично. А теперь завязываю узелок. Вот так. Так. Подтяну. Готово. Поехали. Вы видите скорость? Тот, кто мясорубкой набивал, тот меня понимает. Ну вот. Одна уже есть. Стягиваю немножко, чтобы конец побольше был. И пусть подождет перевязки. Нет. Конечно, и у этого шприца есть некоторые неудобства. Когда поршень уже опустился до упора, вот в этом вот колене еще остается куча фарша. И тут есть выбор. Либо помучаться и остатки этого фарша пальцами в цевку запихнуть. Либо плюнуть на это дело. И поджарить парочку маленьких, совсем маленьких котлеток. Ну вот. Смотрите. Колбаски ждут перевязки. Откручиваю прижимную гайку. Видите, сколько здесь еще осталось фарша. И в цевке. Вот здесь вот тоже. Но с ней-то просто все. Беру пищевую пленку. Делаю вот такой комочек. Его сюда. А второй цевкой меньшего диаметра, как поршнем, проталкиваю все в оболочку. Вот так. Как видите, все элементарно. А теперь перевязка. Краковская традиционно вяжется кольцами. Ну и я не буду склоняться от традиции. Вот так. И так. Готово. А лишнее можно отрезать. Впереди у нас два копчения. Одно при температуре 50 градусов по целесию. Ну, примерно. А второе при температуре около 20. Но перед этим надо дать колбаске отвисеться при комнатной температуре. Это, во-первых, даст фаршу осесть по действиям силы тяжести, то есть колбаска уплотнится. А во-вторых, нитрит натрия более полно прореагирует с меглобином в этом фарше, потому что для более полной реакции ему нужно нагреться до комнатной температуры, то есть 18-20 градусов. Так что пусть повисит часа 3-4. Можно и на 6-8 оставить, если время позволяет. Только лучше будет. Ждем. Ну, все у меня прогрелось. Все готово. Так что наступает первый этап копчения. Так, это вот сюда. Дым я получаю при помощи вот этого дымогенератора. Я про него отдельный ролик тоже снимал. Если кто-то пропустил, повешу в конце этого выпуска ссылочку для любопытных. Сейчас раскочегарится все. Коптить на первом этапе надо недолго. Часа 3-4, ну, 5 часов максимум. На самом деле продолжительность копчения зависит от количества дыма, от концентрации дыма в дымовой камере. В качестве емкости для копчения я использую вот этот вот веберовский гриль-коптильню. Но на самом деле, неважно в чем коптить, в какой емкости. У нас просто стоит жуткая жара, и на солнце, а оно сейчас выйдет из-за угла дома, эта черная коробка разогревается до нужных мне 50 градусов. Ну, не до 50, я сегодня мерил, на солнышко выставлял, до 46-47. Если бы не было бы так жарко, было бы прохладно, не было бы такого сильного ветра, я бы просто вот те уголечки, которые вы видели на уголочке там, я бы их запалил по 2-3 штучки, и ими бы регулировал температуру. Вот необходимые мне те самые 50 градусов. Ну ладно, что болтать, давайте колбаску вешать. И определяю их вот сюда. Но эта пластина мне не понадобится. Повешу их посвободнее. Отлично. Остается накрыть крышкой. Настроить отверстия, где до серединки я их, наверное, прикрою. И ждать. Коптиться будут, наверное, часа 4, ну, может быть, 5. Но через 4 часа у нас уже будет темно. Поэтому встретимся завтра. Всем привет. Итак, вчера колбаса совершенно замечательно коптилась у меня почти 5 часов. После чего я ее вытащил из коптильни и повесил, как вы видели, проветриваться. Вот это проветривание тоже очень важный такой момент. Потому что во время копчения поверхность колбасы получает слишком много вот этих вот ароматических веществ дымных. И если сразу после копчения начинать другие процедуры, там, тепловую обработку и прочее, то поверхность, получается, чрезмерно сильно пахнет, а внутри вот этого самого аромата очень мало. Поэтому я ее повесил, проветриваться при комнатной температуре. И она висела у меня всю ночь и половину сегодняшнего дня. И сейчас, наконец-таки, настало время ее отправить на тепловую обработку. Я это делаю в духовке. Сейчас разложу аккуратненько на решетке. Вот так. И отправлю в духовку. Сразу скажу, неважно, где вы ее прогреваете. Нужно, чтобы температура внутри каждого батончика достигла 69-70 градусов. При этом поверхность не перегрелась выше 80 градусов. Поэтому я отправляю ее в духовку. Давайте ее отправим, потом продолжим болтовнем. Так вот, неважно, каким именно образом вы прогреваете. Я это делаю в духовке, потому что она позволяет достаточно точно все контролировать. При этом, внизу, в нижней части духовки я размещаю противень, который заполняю водой. Потому что сухой воздух работает как теплоизолятор. Влажный воздух позволяет достаточно быстро переносить эту самую теплоту. Достаточно быстро прогревать до нужной мне температуры колбасу. И еще момент. Я включаю конвекцию. То есть, увеличиваю, интенсифицирую этот самый теплообмен. Тогда вот этот прогрев получается не очень долгий, так скажем. Но если у вас не точно работает духовка, если у вас нет надежды на ваши термометры в духовке, если у вас нет времени, в конце концов, можно каждую такую колбасу старательно тщательно замотать в пищевую пленку и прогревать в горячей воде. Температуру воды первоначально устанавливаете не выше 80 градусов. И после того, как вы опустили туда колбасу, естественно, температура воды упадет. Потому что колбаса все-таки прохладная комнатной температуры. Когда будете прогревать, не повышайте температуру воды выше 80 градусов. Иначе получите отек. Ну, а я подожду, да и вы тоже подождете. Когда колбаса дойдет температуре своей 69-70 градусов внутри, я ее вытащу. Немного остужу при комнатной температуре. И оставлю на ночь коптиться при температуре, надеюсь, около 20 градусов. И коптиться она будет всю ночь. Если солнце позволит, и если этот самый прогрев у меня получится достаточно быстрым, я даже и смогу вам показать, как я ее отправляю в коптильню. Ну, по сути, так же, как и вчера она была. Но все-таки, может быть, покажу. Ждем. Ну, оперативно все получилось. Буквально за 2 часа колбаса и прогрелась до нужных не 70. Запаляю... Что такое? Ага. Запаляю свою коптильню. Вот так. На этом ветру пламя даже сдувает. Отлично. Ну, а разжигать нужно снизу. Тогда устойчивое горение будет. Ну, не горение, а тление. Отлично. Собираем. Собираем конструкцию. Так. Крышечку. И колбаску. Так. Отлично. Вы видите, какой уже цвет у колбасы? Это потому, что она сейчас прогрета в духовке до 69-70 градусов. Теоретически. На самом деле она дошла 70,5 градусов. Чуть-чуть передержал. Ну, это не страшно. Ладно, давайте накрывать крышкой. Накрываю. Оставляю где-то, наверное, до середины отверстия. И оставляю, как я и сказал, до сегодняшнего вечера и на всю ночь. И завтра, ну, хотя бы часов 8 она должна будет повисеть, после того, как прокоптится, проветрится для выравнивания вкусов. А лучше всего, конечно, чтобы она сутки провисела. И тогда вкус будет просто идеальный. Ждем. Итак, привет. Вчера утром закончилось копчение колбасы. Я ее, естественно, сразу после этого вытащил из коптильни и повесил проветриваться на целый день при коптной температуре. А на ночь убрал в холодильник. То есть, к сегодняшнему дню, сегодня уже вторая половина дня, эта колбаса в достаточной степени эквализировалась. То есть, все вкусы и ароматы выровнялись. Я нарезал, разложил здесь красивый натюрморт и готов попробовать. Очень, очень тонкий аромат копчения. Я уже не раз и не два говорил в роликах про копчение, почему мне нравится именно эта коптильня. Ну, или не эта коптильня, а то, что она дает небольшое количество дыма. Как я говорил в ролике и по окончании не дам вам ссылку, сделать такую можно даже своими руками, не обязательно покупать. Она дает небольшое количество дыма и очень легко регулировать как раз-таки запах копчения, насколько он сильный будет, насколько тонкий. Что касается рецепта. Я эту краковскую готовил за последние два месяца, наверное, четвертый или пятый раз уже. Очень нам пришлось по душе и на какое-то время оттеснило все остальные рецепты. Еще я горчика сажу, по позволению тащу. Какая свежесть, классно. Так вот, этот рецепт стандартный, я бы даже сказал базовый. Его можно, конечно, немножко разнообразить различными пряностями, но на мой вкус, по моему мнению, он идеально сбалансирован. За что очередной раз, Паш, тебе спасибо. Это супер пряности. К сожалению, на твоем пакетике не указаны процентные содержания, поэтому большая к тебе просьба. Либо на будущих своих поставках процентные содержания указывай, либо просто сообщи письмом. Очень хочу повторить эту самую смесь, просто так классно получается. Ну а вам, дорогие телезрители, мучитесь, ну или покупаете у Павла. Вот. Что касается колбасы и копчения. Стал бы я заниматься этим копчением, если бы жил не в своем доме, а в квартире. Думаю, что да. На первый взгляд кажется, что это сложно и долго. Но на самом деле, для копчения совершенно не обязательно вот этот мой веберский агрегат использовать. Я раньше прекрасно коптил просто в картонной коробке. Количество дыма, который дает этот дымогенератор, настолько невелико, что его не больше, чем отсыпают. То есть спокойно можно коптить на балконе. И по времени. Жестких временных рамок, таких, что прошло 8 часов и сразу надо что-то делать, в этом рецепте нет. Вполне допускается разбежка в 8, 12, 24 часа. И вы получите такую краковскую, какую совершенно точно последние лет 15 в магазине не купишь. Это супер рецепт. Спасибо за компанию. Всем пока. Да, я же вам ссылки на ролики обещал. Ну, вот этот и вот этот. А вообще, все их укажу в описании под видео. Еще раз спасибо за компанию и пока. Субтитры подогнал «Симон»!